Если мы и можем уменьшить зло в этом мире, мы можем только его уменьшить в себе. Но это уже будет немало. Потому что, глядя на нас, увидев отблеск жизни в Святом Духе в наших глазах, другой обязательно этого захочет. Как это было две тысячи лет назад, когда люди приходили к апостолам и к ученикам апостолам, они говорили, посмотрите, как они любят друг друга. И мы хотим того же. Потому что выше любви нет ничего на свете. Вот отец Дмитрий, у него была какая самая главная такая возможность, что он человеку давал, чтобы он сам думал. Чтобы он сам думал и сам делал выводы. Вот он сам был подвижник, и он умел людей двигать в нужную сторону. Вот одно-два нужных слова, и человек меняется. Отсутствие полного лукавства, какого-то двуличия. Батюшки, он был прям, но при этом очень тонкий человек и очень чувствующий собеседник. Кому-то благословит, кому-то не благословит. Иной человек от него уходит с улыбкой, а тот в слезах. Но потом оказывалось, что и то, и то благо. Больше 30 лет он наш приход возглавлял. Так что вот такое счастье нам выпало. Наш батюшка, протеерей Дмитрий Смирнов, родился и вырос в православной, выцерковленной семье. Служить начал после окончания духовной семинарии и духовной академии. Был настоятелем восьми московских храмов. Но главным центром притяжения для его прихожан всегда оставался храм Благовещения при Святой Богородице в Петровском парке. Вы смотрите, как мы наслаждаемся здесь. А ведь здесь были руины, были там, где мы находимся. Сюда свозили битый кирпич, когда было строительство. А ведь вот благодаря трудам отца Дмитрия, его, так сказать, деятельности, вот здесь получился такой райский уголов. У батюшки было большое эстетическое чувство. Чувство прекрасного, чувство красоты. Это отразилось и во всех иконах, которые батюшка специально подбирал для храма. И в той территории храма, которая должна напоминать о рае, о Царстве Божьем, мы должны проповедовать и цветами, и деревьями. Помогать этому становиться, может быть, путеводной ниточкой к Евангелию. Главная цель священства – привести человека ко Христу. Открыть ему мир, созданный для человечества Господом. Отец Дмитрий всеми силами боролся за души людей, стремясь привести их к Богу. При этом он часто бывал суров, не уставал повторять, что мало признаваться в своих грехах, куда важнее не повторять их, мог резко отчитать. Но людей это не отталкивало, потому что они знали любовь к ближнему своему не только в блистательных проповедях их батюшке, но и во всех его делах и поступках. И потому к нему шли и шли, просили совета, обращались за помощью. За свою жизнь отец Дмитрий помог тысячам людей с врачами, жильем, с работой. Он создавал детские дома, открывал воскресные школы. И хотя сейчас он уже в ином мире, тысячи людей по-прежнему ощущают его рядом с собой и сверяют свою жизнь с наставлениями, которые получили от своего батюшки. У нас на территории храма Благовещенского растет огромный старинный дуб. И этот дуб многим мешал. И он виден из окна алтаря, как бы загораживает немножко. И отец Дмитрий сам говорил, что ему говорили, ну вот этот дуб, ну надо бы как-то срубить его, и он мешает. Отец Дмитрий говорил, а я вот служу и смотрю на дуб. Он сам был как дуб, высокий, мощный, сильный, духом сильный. И он под этим дубом оказался похоронен. И там есть скамеечка. Многие, кто хотят с ним поговорить, приходят, и он дает ответы. Я, во-первых, не чувствую, что он ушел. Потому что я даже вот сегодня в храме был, жду, пока его возглас будет, а его нет. То есть я это внутренне не чувствую. А если что-то у него надо спросить, я вдруг вспоминаю, что не позвонишь ему. Ну, я обращаюсь с молитвой к нему. Вот и все. Когда было это время пандемии, мне почему-то ужасно захотелось исповедаться именно у него. Но я узнала от отца Николая, что он болен, и мы его ждали очень, и я не успела. И я вот прям от этого эгоистично расплакалась. Потому что меня почему-то так к нему потянуло именно весной, именно с ним поговорить. У меня были какие-то такие вопросы, на которые мне казалось помочь найти ответ, только он бы мне смог. У него был такой дар. Он умел в любой ситуации, в любом человеке выделить главное. Вот ты ему задаешь вопрос, он тебе говорит две фразы. И вдруг у тебя все переворачивается в голове, ты начинаешь понимать существо вопроса. Вот он тот человек, который умел существо жизни выделять. Но для него это прежде всего была, конечно, вера. И он из тех людей, которые не вызов бросали кому-то, а он, я так думаю, что целью его жизни была, вот как Хориста, помочь страждущим. Он в последние, особенно годы это было заметно, он мне сам говорил, что я не принадлежу себе. Когда я к нему обращался, поехали там куда-то, там, навстречу какую-то там, он полностью отдал себя служению. Вот это вот, я считаю, пример такого настоящего служения Богу. Особенно это в конце служения чувствовалось. Я с ним даже реже встречался, я боялся его как-то на свою персону отвлекать. Понимаете? А как брат он мне всегда был как брат, хотя его звал отец. Любовь, она как огонь. И вот огонь божественной любви, который излил на своих учеников Христос в день Святой Пятидесятницы, любовь, которую он явил на кресте, представьте себе, сойти с небес, из недр Святой Троицы, из пребывания в любви, для того, чтобы быть распятым на кресте. Как же надо ему было любить нас грешных, чтобы для нас это сделал. Как апостол говорит, едва ли кто за праведника умрет, а тут за грешника, который вообще, ну, мелкое, подленькое, ленивое, да еще нахальное существо. И тем не менее, любовь его к нам превышает все мыслимые и немыслимые вообще возможности даже нашего разума. Когда я к нему подошла, вообще у меня слов не было. Я просто упала на колени и это, как его, начала плакать. А он мне говорит, ну и что, что плачет? Я говорю, вы знаете, какая у меня мечта? Он говорит, какой я хотела иметь папу. Он говорит, ну так я вот тут сижу. И все. Вот он стал моим папой. Видимо, это все-таки промысел Господний. Я мечтала, я хотела. И Бог мне его дал. Он меня принял, во-первых, с распростертой обяди. Он меня как дочь обеспечил всем. Он взял на себя ответственность за меня и помог мне, моему сыну. Это раз. А во-вторых, при этом он меня учил. Я импульсивная. Он иногда разрешал мне выпускать это снаружи. Когда он считал, что это стоит того. Но если он считает, что это не стоит того, ему даже не приходилось громко мне делать замечания. Он так смотрел на меня. Я уже понимал. Если мне что-то интересно, я ему рассказываю. Он никогда не относился к этому, как, ну, говори быстрее и отстань. Он, наоборот, слушал и давал мне шанс, допустим, даже если это глупости какой-то, чтобы я могла это высказать. А там он уже скажет. Ну, стоит это того или не стоит. А ведь у нас в последнее время с людьми невозможно разговаривать. Ну, каждый больше занято своим. И если ты кому-то хочешь что-то рассказать, поделиться, ты еще подумаешь несколько раз. А у папы не было такого. У него было как раз другое. К нему почему и ходили. Потому что он мог из вот этого маленького короткого времени найти для тебя твое время, которое ты выложишься, то, что ты хочешь ему сказать, и он найдет ответ для тебя. Удивительный редкий дар. Он практически иногда не говорил сам, он тебя слушал. Вот, а потом уже давал какой-то совет. Поэтому, конечно, соприкосновение с батюшкой, оно всегда, вы знаете, было вот таким отблеском. Облеском Божьего Царства. Все просто и одновременно очень пронзительно. Вот у батюшка был такой простой и при этом очень пронзительный. Вот это всегда очень-очень располагало. И, конечно, не могло не влиять на всех, кто с ним соприкасывался, в том числе и на меня. Это, ну, человек должен иметь огромные души, чтобы вот так обращаться с людьми. И мне это очень нравилось. Поэтому я у него это училась. Вот так же относиться к людям. Вот чтобы, ну, если я могу, то я, ну, как бы, отдамся. Раньше, допустим, я это бы не сделала. Потому что я была замкнута. Я, ну, как бы, в свои коконы. У меня был такой принцип, ну, не трогайте меня, просто оставьте меня в покое. Все, ну, как бы, я как-то к людям очень относилась с опаской. А вот за эти годы, живя с ним, я, наоборот, научилась в людях видеть больше хорошего, чем, ну, то, что есть. И к себе приглядываться. Потому что, ну, одно дело, что я могу понимать, что я не права, но не хочу это признать. А другое дело, что я могу теперь смело, я знаю, что если я это сделала не так, оно меня будет вот давить. Пока я это не признаю, оно мне будет вот так давить. И это, опять же, его урок. Обращается к человеку, говорит, надо помочь. Ну, что делать должен крещённый человек? Да всё, бросьте помочь. Нет, почему? А мне некогда. У одного это, у другого это, у всех же это. А, как интересно. Ну, притчи читаем же о милосердном саморенении. Вот он идёт по дороге, едет, на осле у него своя кладь. Он едет в какой-то город. Вдруг видит, какой-то мужик лежит, весь израненный. Он его взял, поднял своё масло и своё вино, возлил на раны, перевязал. Чем? У него что, стерильные бинты, что ли, с собой были? Нет. Взял свою одёжку, ей завязал, повёз в гостиницу, в гостиницу привёз. Гостинка говорит, ты ему служи, на тебе деньги свои из кармана вынул, на. А потом, говорит, если ты что на него издержишь больше, чем я тебе дал, я когда приду обратно, я тебе ещё дам. Христос говорит, иди вот, и ты-то поступай так каждый. Вот что такое любовь к ближним. А мы это как-то не очень, собственно, понимаем. Мы должны такие случаи искать. Искать. Не надо ли кому чего. Вот удивительно, батюшка обладал таким свойством, что он не говорил, что он не делал, оно в результате для человека оказывалось благом. Некоторые его никак в жизни, вживую не видели, но считают духовным отцом, потому что настолько он на них повлиял через свои проповеди, передачи, выступления. Батюшка никого не оставлял равнодушным. Даже те люди, которые, ну, по какой-то причине на него имели обиду. Я знаю, что они его очень уважали, уважают и ценят. И вот годовщина его кончины я этих людей видел. Они приехали из очень дальних мест, чтобы его поблагодарить и побыть вот сейчас в эти дни здесь, в его храме. И, наверное, даже во многом благодарны, потому что тот след, который батюшка оставил, он всегда есть такое благо. Надо нам как-то почувствовать, что весь ангельский мир и пришедший к нам Господь как-то почувствовать, вот что они от нас хотят. Вот к чему вызывает Господь? Зачем он пришел на землю? Зачем он распялся на кресте? Зачем архангел Михаил, которого мы прославляем, не зверг садону с небес? Вот зачем это все? Это только для того, чтобы мы изменились. И изменились не как-то абстрактно, а очень конкретно. Поэтому Евангелие надо читать небездумно, там все написано, какими мы должны быть. И даже пример дан в Иисусе Христе. Было образование, была работа, было занятие, было, но христианского понимания жизни не было. И уже вот когда я начал ходить в храм в 90-м году, я понял, что у меня жизнь изменилась. Вот этот вот весь процесс, он выстроился. Ты понимаешь, что ты часть Божьего мироздания. Он призывает нас всех. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. То есть я дам покой вашим душам, иначе ваша душа не найдет покой. Поверьте, ни в алкоголе, ни в каких-то развлечениях, ни в поездках в Турцию, ни... Ну, у меня были знакомые, которые в Антарктиду ездили, но я уже не знаю, куда им попали. Вот я осталась на Луну слетать, пожалуй. А покоя нет? А покоя нет, они ищут, они ищут, у них деньги есть, у них все есть, но у них нет радости. Понимаете? И я сколько раз у нас в храме, вот сегодня, сколько было людей, у которых глаза просто счастливые, понимаете? Они нашли, обрели Бога. А и очень многие из них обрели Бога благодаря Отцу Дмитрию. И у него была удивительная способность настроить душу человека на Бога. Господь пришел на землю, потому что он действительно хотел, чтобы его царство распространилось и на жизнь человеков. Говорит, где двое или трое соберутся во имя Мое, я посреди них. Он хотел, чтобы Царство Божие было посреди нас, чтобы оно воцарилось в нас. Но это невозможно без нашей воли. Мы должны выйти этому навстречу. Мы должны этого искать. Мы должны вдумываться, вчитываться в слова Господня, чтобы это отражалось каким-то образом на нашей жизни. Отец Дмитрий так у меня получилась у всех разная судьба. Она у меня такая, что она связана с Мамоновым. Где-то в 2008 году у меня было очень плохо в связи со всякими нашими внутренними проблемами. У меня начался поиск. Я православный, но в общем в храм ходил из-под палки мамы на самом деле, потому что мама заставляла ходить в храм. Мне все это было не по душе, потому что я не понимал, зачем я сюда хожу, что это такое, для чего сюда люди ходят. В общем, не понимал. Но в 2008 году появилась такая пустота, и у меня начался поиск. И этот поиск странным образом случайно пал на Петра Мамонова. Я услышал у него какие-то слова, увидел, что человек преобразился, и мне стало интересно, каким образом этот человек так преобразился. он говорит какие-то такие вещи, которые правдивы. И он ссылался в своих знаниях на МП-тришечки отца Дмитрия, и я начал слушать, и таким образом я пришел к Дмитрию Смирнову. И сейчас те мультивлоги, которые как бы остались, те проповеди, которые продолжают жить, его нет, а он живет. Он продолжает рассказывать, он продолжает объяснять, и каждый раз что-то новое, как Евангелие. Каждый раз ты уже читал, ты уже это смотрел, опять новое, опять тебе куда-то дает возможность задуматься. Любой человек абсолютно, если сегодня вечером придет домой, зайдет на кухню, выключит там свет и скажет, Господи, хочу Тебя узнать. и Господь ему откроется очень быстро. Немного дней пройдет, и человек почувствует, что Бог его слышит. И вот после этого может начаться в человеке христианская вера. И дальше вся жизнь. Потому что самое главное, в чем заключается цель жизни, это не засеять всю землю хлебом, это не вырасти из сады, это не воспитать детей, а познать Бога. Тогда все остальное приложится. Очень красиво говорил, очень образно, ярко, для молодежи очень интересно. Но помимо дара слова, у него еще был дар трезвости. То есть я вот стоишь на исповедь к батюшке в субботу вечером, а перед тобой человек 15 стоит на исповедь. И ты пока, вот у тебя какой-то вопрос очень важный, ты не знаешь, как поступить, не знаешь, как правильно принять решение. И пока стоишь на исповедь, минут 20-25, у тебя в голове все складывается по полочкам, и когда подходишь к батюшке, ты уже знаешь, как надо сделать. То есть даже простое нахождение рядом с отцом Дмитрием давало вот этой трезвости, видение, как правильно поступить. И ты у него уже спрашиваешь, он благословил, благословение, уже понятно все как. Ты вот не знал как, а постоял рядом с батюшкой, просто рядом постоял, и уже тебе все понятно. Даже вот иногда, когда край муха, услышишь разговор его с кем-то, ну, ты контекст, опять, может быть, и не понимаешь, но человек разворачиваясь, уходит, но другой. У него все стало на место, ему стало легче жить и дальше любить. Он понимает, зачем вот это все, что такое Бог. потому что ведь не все, может быть, за этим как-то и идут сюда. А он разворачивал правильную сторону к Богу. И даже в мирской суете вот в этой он всегда понимал вот эту вот взаимосвязь вещей, вот земных и неземных. Вот мне вот это было очень ценно, потому что очень часто люди пытаются найти какое-то противоречие в этих моментах. моментах. А у него все было вот очень стройно. С отцом Дмитрием я, если общался за свою жизнь, то только исключительно на исповедях и когда уже ну что-то такое прижало. Вот. И вот на одной исповеди говорит, дурак ты и благословил к причастию. Я хотел объяснить, что я не дурак, я там не только там шкодил, грубо говоря, я еще и по музеям ходил, но я понял, что это все лишнее, я действительно дурак. И мне на самом деле это ощущение помогает жить на самом деле. То, что сколько бы ты не знал, ты все равно в какой-то мере все равно дурак. И это помогает адекватнее смотреть на мир. Я не знаю, можно ли таким языком говорить. Вот лично мне мозги вправили неоднократно. Потому что у меня очень долгое время было отношение к детям неправильное. Я боялась, не понимала, что в общем-то... А потом и от него, и от отца Николая, кстати, слышала прекрасную фразу, что детородием женщина спасается. И можно сказать, это меня подвигло очень здорово в нужную сторону. И сейчас я как раз стала той самой счастливой женщиной, потому что у меня есть этот комочек счастья. Когда меня в первый раз привезли, я его испугался. не знаю, Ну, ну, потому что он был какой-то страшный. Ну, он был большой. Потом мне его проповеди нравились. Да, боялись. Даже я, когда ему шел на испыте, тоже боялась. Приходишь вот к нему, он так, ну, как бы, он сидит всегда на стуле сидел, и ему приходишь так, и, как бы, исповедуешься. А потом он говорит такие слова, что, как бы, и радостно становится, и потом и не страшно как-то. когда только, когда ты к нему идешь, как страшно. Боялись. Но я не боялся с ним общаться, потому что он был удивительно добрый, тонкий человек. Это было внешнее восприятие батюшки. Кто его знал близко, никто не боялся. Он мог пожурить, он мог как-то и наставить, сказать, жестко, но это была любовь отца, отцовская любовь. Кого-то по головке гладил, детей часто на коленочки сажал. Так вот вытешал. И на самом деле дети-то его не боялись. А взрослые боялись именно потому, что он мог каким-то одним словом, фразой одной, просто обличить человека во всей его неправде. Потому что нам не хватает искренности. Даже на исповеди люди оправдываются, что-то там прячут, что-то недоговаривают. А батюшка, обладая, конечно, огромным пастырским опытом, он все это видел. Мало вообще людей, умеющих исповедоваться. Даже как-то батюшка проповедь свою начал вечером. Говорит, у меня сегодня прям особенный день. Сегодня один человек пришел и исповедовался. Хотя при этом через него прошло, наверное, полсотни людей. А что такое покаяние? Ой, батюшка, вот случайно я кусок рыбки вчера съела. Вот в чем покаяние. Не съел кусок рыбки, была в раю. А раз съела, все, все, двери закрылись. С рыбкой никак не войдешь. Хотя рыба это символ христианства. Вот и и каемся. А что такое покаяние? Это покаяние, когда человек отторгся от ада, в котором он живет, и взмолился Богу о том, чтобы благодать Божия пришла. Приди и вселись овны, и очисти ны от всяких скверных, и спаси души наши. Вот что! Вот оно, что такое покаяние! И да, был вот этот период воцерковления, когда что-то, возникали вопросы какие-то, то за советом к батюшке шли. И, ну, семья у нас такая, большая, это тоже благодаря батюшке. Благодаря тому, что он научил правильно воспринимать законы духовной жизни, правильно воспринимать взаимоотношения в семье. Вообще, что такое любовь? Любовь это жертв. Когда ты своими интересами жертвуешь, ради другого человека, который рядом с тобой живет, это любовь. И без этого семья существовать не может. Когда ты живешь ради других. И это нельзя заставить. Это должно быть движение души. вы детский дом, а мы мазай, а мы мазай. Вы мазай, мазай. Батюшка, он основал два детских дома. Показал, что если с любовью к детям относиться, то все возможно. И даже если это чужие дети, и даже если дети из трудных семей, дети, у которых психика уже повреждена теми детскими травмами, которыми их полна была жизнь. Понимаете, и таких детей можно, любя, и к школе, и к учению как-то вот расположить, понимаете, и научить их любить. Сегодня рядом с местом, где похоронен батюшка, существует большой детский комплекс, где дети общаются между собой, учатся на базе детского сада законов Божьих. Дети здесь нам, как и он, свидетельствуют о своем небесном гражданстве, как и детям. В них особенно ярко вот эта непосредственность их, да, есть эта прямота их, она как раз очень ярко свидетельствует о том, что их есть Царство Божье. Если мы не уподобимся своему восприятию Бога, если не возьмем его за руку, как ребенок папу, да, то мы не сможем попасть в Царство Божье. И вот поэтому и батюшкин могила стала иллюстрацией этого, что рядом жизнь жительствует, потому что наша с вами история заканчивается всеобщим воскресеньем. Радость моя, говорю я ему про себя. И даже то, что сейчас мы приходим на панихиду, впечатление такое, что он находится в командировке и мысленно спрашиваешь у него совета. Ну я вот как-то вот у нас висит фотография его, и вот мне кажется, что он ну как бы вот всегда что-то говорит, мне бывает сны сняться часто про него. Мне он нужен. Я с ним разговариваю, почему? Потому что я даже вот у могилы, я иногда приходила там вот казалось, что вот я с ним разговариваю, а он рядом. А я привыкла, что мы с папой когда сидим здесь на беседке или что-то разговариваем, я кладу ему голову иногда на колени, а он просто гладит мне и слушает. И вот я пришла тут на могилу как-то и мне показалось, что папа сидит. Я просто легла рядом с фотографией, положила голову и давай разговаривать с ним. И получаю ответ от него. Иногда даже втык получаю. Потому что я даже на фотографии я кажу его черточка, даже здесь, когда мы приходим, я говорю, ну смотрю, он сегодня улыбается. Рядом проходит и говорит, ай, правда он улыбается? Я говорю, да, он улыбается. Когда мы хоронили батюшку, все запели пасхальное песнопение. Когда мы сейчас служили, уже в годовщину батюшки, им тоже панихидой закончилось Христос воскресе из мертвых. Вот и батюшка был такой. Он жил уже Царством Божиим. Вот его эта вера, которая так притягивала людей, уникальная, непоколебимая и неподвергаемая никаким сомнениям вера, она и была свидетельством того, что он уже здесь был гражданином Царства Божьего. А если возьмем календарь, то большинство праздников, которые связаны с нашими святыми, это праздник их успения. Казалось бы, человек Богу душу отдал из-за какой-то страшной смерти, казни, противостояния бесовским силам. А для нас праздник. Почему? Он это все преодолел. Преодолел и ушел на небеса, на глазах у всех нас. Поэтому апостол говорит, не скорбите. То, что сказал апостол, это заповедь. Излишней скорбью и долгой нужно бороться, как со всеми остальными грехами, которые также бушуют в нашем сердце. Христианин, он должен поменять отношение к смерти. И вот это изменение отношения к смерти, это тоже покаяние. Христос смертью смерть поправ. И мы должны также попрать смертью смертью. смерть Субтитры создавал DimaTorzok